Через час после восхода солнца на следующий день президент Соединенных Штатов позвонил человеку, который еще не привык к титулу избранный премьер-министр. С южным акцентом Клинтон позволил себе в адрес Нетаньягу очень недипломатичную фразу «Мы пытались тебя трахнуть, но ты нас побил». Элегантный намек на грубое вмешательство администрации Демократической партии в израильские выборы против кандидата от Ликуда. И в Белом доме ложились спать с Пересом, а встали с Биби. Впервые в кабинет премьер-министра вошел человек, родившийся уже после образования государства. 47-летний мужчина, который покрасил волосы в седину, чтобы выглядеть более авторитетно. С тех пор прошло почти 30 лет, в течение которых он выглядит на 60 лет. В свой первый срок он лавировал, довольно неуклюже, между правыми взглядами и между веяниями времени, которые еще давали шанс миру. Он вылетел в Соединенные Штаты навстречу с Ясером Арафатом и передал ему хеврон. Однажды он получил от Арафата через Ахмеда Тиби огромный букет цветов на свой день рождения. «Это выбор между Биби и Тиби!» — кричали плакаты перед выборами. Но после выборов были и тот, и другой. Еще примерно через два года он подписал еще одно соглашение с Арафатом об отступлении в Айк-Лайнштейн. По его возвращении в Израиль с обещанием передать палестинской автономии 13% иудеи и Самарии, его коалиция распалась, и в Иерусалиме, по традиции, на стенах появились его портреты с прифотошопленной куфидей. Сноска. Традиционный способ правых — показать, что они считают политика предателем. Конец сноски. Премьер-министр попытался сформировать правительство национального единства. Он вызвал главу оппозиции Эхуда Барака для беседы в самое укромное место, какое только можно себе представить — в штаб-квартиру Моссада в центре страны. Это ему не помогло. Нетаниягу прыгнул головой вперед с правой башни, а внизу левые не раскинули ему сеть безопасности. Дело закончилось громким крахом, беспрецедентным для действующего премьер-министра поражением. Урок, который вынес Нетаниягу, состоял в том, чтобы никогда не ссориться с религиозно-национальным правым крылом. Через несколько лет, в 2006 году, он научится также не связываться с ультра-ортодоксами и ликудниками. Эти две разгневанные группы избирателей отомстили ему в день выборов. Экономическая политика, которая была необходима для спасения экономики Израиля, уменьшила доходы сотен тысяч его избирателей. Равин Авадия-Йосеф годами отказывался встречаться с ним. Когда он наконец согласился, Нетаниягу тайком провели в дом Равина через черный ход, опасаясь гнева шастников на того, кто создал дыру в их банковских счетах. Вывод из этого десятилетия был однозначным. С друзьями нельзя ссориться. Летом 1999 года, после проигранных бараку выборов, Нетаниягу был едва ли не единственным премьер-министром, который удосужился приходить на работу в последние дни работы своего правительства. К его 49-летию все были убеждены, что это конец его политической карьеры, и, как положено метеором, он тоже сгорел дотла. Все, кроме самого покойного. Собирая вещи и коробки, он уже планировал возвращение. Первым шагом было создание газеты. «Если он когда-нибудь вернется сюда», — сказал он своим близким соратникам, «то это будет со СМИ, которые дадут ему попутный ветер перед лицом враждебных, либеральных, светских, тель-явивских, левых СМИ, которые он винил в своем падении». Восемь лет спустя, когда он был главой оппозиции, был напечатан первый номер газеты «Исраэль Айдем». Средство предоставил его близкий друг, еврейский миллиардер Шелдон Адельсон из Невады. Но до этого спасение Нетаньялу пришло от другого еврейского миллиардера, намного более молодого, демократа, а не республиканца, который его не поддерживал и, насколько известно, даже никогда с ним не встречался. Марка Цукерберга. Фейсбук, социальная сеть, которую изобрел Цукерберг в 2004 году, предназначалась для общения студентов, но быстро стала самым мощным медиа-инструментом в мире, хотя в ней не работает ни один журналист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова